Только так кажется, что нарисовать линии пешеходного перехода проще простого. В этом деле нужно быть не только художником, но и математиком, чтобы вывести ровные полосы и соблюсти все пропорции по ГОСТу. Следят буквально за каждым сантиметром. Качество разметки после проверит госавтоинспекция и комиссия из профильного департамента. Термопластик, из которого сделана разметка, материал проверенный. Им в Самаре пользуются уже три года. Там есть битум. Он тоже разогревается. И в момент нанесения сцепления с поверхностью асфальта лучше. Он, можно сказать, впитывается прямо в эту поверхность и держится. Функциональная долговечность возрастает в разы. Нанесенную краской разметку нужно было бы обновлять каждые три месяца. Термопластик держится год. Благодаря светоотражающим шарикам, которыми покрываются полосы, их видно даже ночью. Бывает, что человек слабовидящий. Поэтому, когда дорожная разметка полустерта, это неудобно. А когда она яркая, новая, то, конечно, и город смотрится красивее. И людям более комфортно самим. К разметке Самарских улиц приступили с 31 мая. Однако некоторые виды работ выполнили еще раньше. Первый этап, когда нанесение разметки, это мы 59 мая проводили покраску улиц, прилегающей площади Куйбышева, самой площади Куйбышева, частично Волжского проспекта и набережной. Кроме непосредственного контракта по нанесению дорожной разметки, разметка предусмотрена во всех работах по комплексному ремонту улиц. Наносить разметку будут и на тех дорогах, что ремонтируют картами по мере их готовности. К началу учебного года особое внимание обратят на разметку около образовательных учреждений. Всего же объем работ составит 40 тысяч квадратных метров. Половина из этого пешеходные переходы. Валерия Макарова, Станислав Левин, События.